Пресс-конференцию мы проводим сегодня здесь, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня», который является информационным партнёром Олимпийского комитета России. В сегодняшней пресс-конференции принимает участие президент Олимпийского комитета России, четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Алексеевич Позняков и двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы. Всем вам прекрасно известна наша замечательная прославленная фигуристка Евгения Медведева. Пресс-конференция у нас посвящена событию, которая объединяет, так получается, объединяет Олимпийское движение России и Женю Медведеву. С этого момента Евгения на протяжении ближайшего года будет официальным послом Олимпийского комитета России и Олимпийской команды России на играх летней Олимпиады в Токио в следующем году. Дайте, пожалуйста, микрофон совершенно замечательному созданию. Добрый день. Ольга Журавлёва, журнал «Я пою». Вопрос у меня к Станиславу Алексеевичу. Что делает Олимпийский комитет для развития детского и юношеского спорта? Предлагаю создать детский Олимпийский комитет. Интересная история про детский Олимпийский комитет. Интересно. У нас есть кандидат в президенты детского и юношеского комитета. Да, замечательно. Хороший вопрос, на самом деле, неожиданный, потому что действительно. Олимпийский комитет России, конечно, ведёт очень большую работу по подготовке Олимпийского резерва, по популяризации спорта и популяризации олимпийских ценностей среди молодёжи. Одним из самых ярких наших проектов и важных проектов является наш проект «Олимпийский патруль». Это тот проект, в котором наши прославленные спортсмены, олимпийцы, чемпионы ездят в различные регионы, встречаются с детско-юношеской аудиторией, рассказывают о своём пути в спорте, рассказывают о том, почему спорт важен, почему интересен, почему Олимпийские игры являются главным объединяющим спортивным соревнованием современности. И таким образом рассказывают о самых главных олимпийских ценностях, которые являются, безусловно, уважение к сопернику, дружба, честность. И, конечно же, это очень важно для молодёжи видеть перед собой не только своих спортивных кумиров, но и слышать их о том, о чём они говорят и какие их советы могут давать. Безусловно, такой вот пропагандистский проект для нас очень важен. Второй момент. Мы, безусловно, уже в начале каждого спортивного четырёхлетия открываем новую программу по подготовке игр, в которой достаточно большое внимание уделяем нашему спортивному олимпийскому резерву. И в особенности это касается видов спорта с ранним развитием, к которому относится как раз фигурное катание, к которому относится художественная гимнастика, гимнастика. То есть ребята, которые уже в достаточно юном возрасте уже становятся такими потенциальными олимпийцами, что ли, если можно сказать. Поэтому мы стараемся работать в этом направлении. По поводу детского олимпийского комитета идея интересная. Ну, давайте обсуждать. Я, честно говоря, не против. Спасибо.